Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров 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 А.Егорова А.Егорова Редактор субтитров 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 А.Егорова Это своясобливое доследование особистых отношений с новокольным осяродием. Тут можно найти и пригожие Мясины Гомеля, и картки из вандровок, а лея головная шастка работ фотографий с дашей семьи Курашенко. Людям приятно здесь быть и посмотреть, когда мы говорим о малой родине, то для этих людей малая родина – это их дача. В каждом уголке красота, гармония и какое-то философское понятие мира. У Житковича после реконструкции пошел функционовать один и в городе плавальный бассейн. Жакары райцентра шакали открытия этого спортивного объекта больше, как три годы. Модернизацию ожитивляли у ответственности с державной программой развития Прыпятского полесия. На открытии бассейна побывал Максим Савин. Проект каштавал областному бюджету больше, как 23 миллиарды рублей. Гроши немалые, однако справу зрабили вельми важную. Бассейн працуе у сяго некольки дзен, а расклад занятков обе двох чашах, малой и великой, уже довольно насыщены. Тут займаются выхованцы местовой спортивной школы, якой належит спортивный объект. Уже набрали три группы, однако жадающих на шмат больше, тому отделение плавания будут поширать. Так само тут навучают плаванию школьников, могут корыстаться послугами бассейна и жахары райцентра. До речи, ажиотаж с их боку великий, а тому простоевать без правый объект не будет. Людей очень много, желание у людей большое, соскучились по бассейну. Вечерник по два сеанса сейчас, выходной день три сеанса, но если народ будет идти, понятно, будем увеличивать сеансы и будет гораздо больше. Ця перешний и былый выгляд и стан бассейна не льга пораунать. Зараз гэта сучасный спортивный объект оснащенный новым обсталяванням. Модернизация закоронула амалю сёмнь. Капитально адрамонтовали обезвит шаши бассейна. Вентиляцию распранальней замянили сантехнику, утеплили стены будинка. Усталявали новую систему водоподрихтовки. З'явилися тренажерная зала и зала для сухого плавання. Амалю всё выкнано будовниками ПМК-76 Гомельса в Газбуду. Подчас працы было немало нестандартных задач, с якими специалисты поспехово справились. С бассейном, допустим, с водоподготовкой столкнулись впервые. Если люди этим занимаются, коллектив у нас довольно-таки хороший, сплоченный. И грамотный, поэтому проблем в этом больших не составляло. Есть у мясцовых уладов планы по модернизации инших спортивных объектов у Житковичах. Перший на чарзе городский стадион. Развитие по стадиону нужно там в следующий этап, который мы хотели бы там поработать, сделать наш центральный стадион лучшим. Максим Савин, Игорь Марышченко, телерадио-компания «Гомель» с Житковичау. Будущих зорок к спорту шукают у «Гомеля» подчас проведения дзен дитяши легкой атлетики. Мероприемство проходит под эгидой Международной ассоциации легкой атлетичной федерации. Удел принимаются наученцы шатвертых классов. Плануется провести споборницу и сярут команд в школу всех районов областного центра, а так само не которых в регионах Гомельской области. Переможцы примут удел у финале. Першими легкой атлетичным манежи споборнишили школьники Новобелецкого района Гомеля. Усяго 10 команд, по 10 человеку кожной. Видеопрограммы так само 10. Гэта бег, скачки, розные виды киданню. Для юных удельников гэта худшая гульня, а вось тренеры проглядаются до их серьезно. Ребята покажут свою силу, ловкость, умение бегать, прыгать. И позволят отобрать лучших среди детей, те, которые смогут потенциально участвовать. Во всех дисциплинах, легкоатлетических и не только. Эстафету у новобелецких школьников примут и дети из инших районов Гомеля и в области. Финал споборництва отбудется в мае. Лепшие команды с каждого региона разыграют галунные прызы. Галунный державный санитарный урож Гомельской области Александр Тарасенко сегодня станет гостем программы «Диалог» телерадо компании «Гомель». Она выйдет в эфир одночасово на телеканалах «Беларусь-3» и «Беларусь-шатыры» у 18 годин 40 хвилин. Говорка у первой шаргу поздя проселить нею эпидемиологичную ситуацию по захворванию на гриппы и в острые респираторные инфекции. Але так само плануються разглядеть и иншые пытания у приватности выники проверки объекта у гандлю и громадского харчаванья. Номер телефона прямого эфиру у Гомеле 77 68 45. И на этом поколюсе у студии працавала Маргарита Шибукова. Всего доброго и до встречи у эфира. Редактор субтитров А.Семкин